Ровно на год в страну запрещен либо ограничен ввоз определенных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Контроль за импортом возложен в том числе и на органы региональной власти. Кроме того, оперативному штабу предстоит обеспечить сбалансированность товарного рынка и не допустить роста цен. Задача рабочей группы – мониторинг и оперативное реагирование. Мониторинг должен ежедневно проводиться на товарном рынке. Сельхозпроизводители и переработка в различных форматах потребительского рынка. На сегодня уже организован ежедневный сбор информации и ее направление в федеральный центр. Есть положительный опыт ручного управления ситуации. Затем, чтобы ни у кого под шумок не возникло желание взвинтить цены, будет следить и антимонопольная служба. Очень помогает в этой деятельности телефон горячей линии. Четверга уже работает и прием осуществляется. Причем по всем абсолютно позициям, не только касаемых перечня конкретного этого, но и по всем остальным позициям. Пока есть конкретные жалобы на действия производителя. Это уральский бройлер, торговая марка «Наш золотой цыпленок», о повышении цены на 20% отпускной цены. Появились у руководителя оперативного штаба вопросы и к представителям торговых сетей. Экономические санкции или к нашим буренкам никакого отношения не имеют. Согласны? Производитель молока, сельский труженик, отдает молоко за 16 рублей. Продается молоко за 54. Санкции? Цены образования не изменили по сравнению с тем, которые у нас были. То есть уровень наценок остался тот же самый. Единственное, что может изменить, это цена на вход. Если она будет меняться, то мы... Но пока вот такого массового характера это не носит. Президент поставил четкие задачи. И играть в игры ни у кого не получится. Все варианты ухода или предполагаемых действий, они нам понятны. У нас и у антимонопольной службы большой богатый опыт, и у Департамента цен, и в целом у Министерства экономического развития. В Содружестве мы эту работу уже начали и организовали. И в принципе сегодняшнее совещание это постановочное. Думаю, что задачи всем ясны. Ольга Курганская, Игорь Бероев. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok